Добрый вечер! Мне всегда очень приятно быть в вашей замечательной стране, в вашем городе. Наших народов связывает очень большая дружба и очень теплые отношения, что чувствуется здесь практически на каждом шагу. И, конечно же, я очень хотела бы, чтобы наши эти отношения, они сохранялись навечно, и чтобы отношения между нашими государствами укреплялись еще больше, интенсифицировались. Этому я способствовала тогда, когда была во власти. И, конечно же, в случае возвращения в ранге президента буду делать все для того, чтобы отношения наших государств и наших народов стало еще ближе и еще теснее. Что касается возвращения, в принципе, у меня нет ощущения, что я уходила как бы из политики, потому что все это время очень активно я и моя партия, и мои однопартийцы участвовали во всех политических процессах. Но, конечно же, бороться за пост президента – это действительно большая политика. У нас в октябре будут президентские выборы, и я очень надеюсь получить поддержку большинства населения народа. Ну, как вы думаете, вот на сегодняшний день какой процент населения Грузии уже поддерживает Нино Бурженадзе? Вы знаете, статистика, она дело не очень благодарное и точно сказать, конечно, сложно, но то, что у меня есть очень серьезные шансы выиграть в свободной и справедливой борьбе, это я могу сказать однозначно. Потому что я в последние годы очень много общалась с людьми, с народом, очень много ездила по районам, по регионам, и знаю отношение людей к тем проблемам, которые я ставлю. Это вопросы, которые жизненно необходимы нашему народу. Это в первую очередь необходимость восстановления справедливости, которая была растоптана в последние годы. Это в первую очередь налаживание отношений с ближайшими соседями, в том числе и с Россией. Это и прорыв в экономическом направлении, потому что, наверное, вам будет сложно в это поверить, но на сегодняшний день даже официальная статистика в Грузии говорит о том, что две трети населения Грузии живет за гранью бедности. Это абсолютно жуткие и ужасные цифры, и здесь нужен большой перелом. Конечно же, я также, как и большинство населения Грузии, надеемся на новое руководство, которое было избрано парламентскими выборами. Я считаю, что есть очень многие вопросы, которые и в компетенции премьер-министра, и он действительно может решать эти вопросы вместе со своей командой. Но, безусловно, есть в стране проблемы, которые должны быть решены совместно с президентом, усилиями президента. И я думаю, что как раз моя победа в этом случае, это будет общей победой. И мой опыт, и мои контакты, которые очень важны в международных отношениях, помогут и моей стране, и новому руководству в решении тех сложнейших проблем, которые стоят сейчас перед Грузией. Вы говорите, что если выборы пройдут честно, а как проходят выборы в Грузии обычно? То есть кто может вам помешать? Вы знаете, практически очень сложно сказать, что в Грузии проходили свободные и честные выборы. И единственное, я думаю, что за последние годы действительно свободными и честными выборами были выборы после революции Рос, когда тогда уж национальное движение получило большинство, но это была инерция после революции Рос. Мы действительно тогда имели огромную поддержку, поддержку как внутри страны, так и за границей. И, конечно, вот до боли обидно, что Саакашвили и его команда, и мы все не смогли как бы воспользоваться этой огромной поддержкой, как и народа, так и друзей нашей страны, даже скептиков. И реально мы, к сожалению, оказались в той ситуации, когда нужно было опять же радикально менять ситуацию. После этого выборы, они сложно их назвать выборами, потому что, вы знаете, когда одна политическая партия, например, национальное движение, во время предыдущих выборов в местные органы самоуправления потратила официально 14 миллионов, а все другие партии 1 миллион, уже сложно говорить о свободных выборах, плюс еще дополнительно тот террор и использование огромного административного ресурса, которое постоянно имело место. Сейчас я абсолютно уверена, что террора не будет. Слава Богу, новое правительство в этом плане действительно радикально поменяло в лучшую сторону ситуацию. Люди уже не боятся говорить, не боятся активничать, не боятся вести активную политическую деятельность. Но средства массовой информации все-таки нуждаются еще в большей балансированности, что очень важно во время выборов. И, конечно же, очень важно, чтобы хотя бы минимальные возможности получили кандидаты, которые будут баллотироваться для того, чтобы выборы имели смысл. Потому что, естественно, если, допустим, один кандидат потратит в 100 раз больше средств с административным ресурсом, чем другой, то эти выборы, даже если не будут никакого страха и никакого физического вмешательства, сложно будет назвать свободными. При вашем политическом капитале, я думаю, что на вашу предвыборную кампанию потребуется не так много финансов. Но, тем не менее, сколько денег вы собираетесь потратить на свою кампанию? Ну, это сложно сказать. Я не знаю, это зависит от кампании других кандидатов тоже, безусловно. Но я вас уверяю, что наши траты будут абсолютно минимальные, потому что мы привыкли, наша партия привыкла работать с минимальными ресурсами. Практически мы никогда не платили зарплату. У нас в основном люди абсолютно как бы мотивированы. То есть ваши сторонники, да? Это сторонники. И это было абсолютно ясно видно во время всех этих событий. Потому что с дня существования нашей партии, основания нашей партии, мы оказались под прицельной борьбой, прицельным огнем со стороны Саакашвили и его команды, когда десятки наших сторонников оказались в тюрьмах, когда у людей отнимали бизнес, когда люди были под реальным террором. И, естественно, никто ни за какие деньги не оставался бы в этой партии, если бы не было бы действительно веры в то, что мы боремся за лучшую страну, за справедливость. И я горда тем, что у меня есть такие сторонники, которые действительно всем показали, что это люди идеи, это люди, которые могут бороться в ущерб своей семье, в ущерб своей безнапасности. Они могут бороться за лучшую своей страну. И именно поэтому мы смогли выдержать и выстоять в той сложной борьбе, которая у нас была. А вам приходилось жертвовать чем-то? Вы уже сколько лет в политике? Ну, безусловно. И самое тяжелое, конечно, было то, что когда меня начали называть практически все телеканалы Грузии, врагом народа и предателем, это было после встречи с Владимиром Путиным, которая была очень важна и нужна моей стране, я считаю, что я поступила абсолютно правильно, что тогда участвовала в этой встрече, потому что я абсолютно уверена в том, что без нормализации отношений с Россией, без нормализации отношений с таким большим соседом, невозможно будет строить нормальные отношения и с другими государствами, невозможно будет вообще решать многие очень жизненно важные проблемы, которые важны для Грузии. И, конечно же, когда вот сразу же буквально по приезду меня как бы объявили врагом народа, и началась как бы действительно охота на ведьма, в роли ведьмы выступала я и мои как бы сочувствующие, это, конечно, было очень тяжело. Были сфальсифицированные видео и радиокадры и эфиры, были совершенно уму непостижимые оскорбления, были и жуткие месседжи, оскорбляющие и угрожающие, которые получали в том числе и мои дети, и дети наших активистов, были аресты ближайших людей. В общем, было достаточно тяжело, но я считаю, что мы это выдержали, выдержали достойно, потому что мы были уверены, что мы поступаем правильно. И кто бы что ни говорил, основная масса народа понимала, что да, для маленькой Грузии нужно решать те проблемы, которые болезненные. Для маленькой Грузии очень важно, чтобы мы ввели правильную и сбалансированную политику. То, что делал Саакашвили, когда он строил красивый фасад демократического и процветающего государства, а на самом деле в процентном отношении очень большое количество народу сидело в тюрьме, это, конечно же, не устраивало абсолютное большинство грузинского населения. Вот вы знаете, даже здесь, в Астане, меня спрашивают, что вот вы побороли коррупцию, вот у вас были проведены замечательные реформы в Министерстве внутренних дел, и есть люди, которые, естественно, после того, как долго слышали, какие замечательные реформы у нас проводятся, удивляются тому, что позавчера арестовали бывшего министра внутренних дел. Саакашвили, его команда прекрасно пользовалась пиаром, они были действительно как бы мастерами этого дела, и очень часто то, что мы видели по телевизору, совершенно не соответствовало действительности. Вы знаете, что самое страшное и самое обидное, что за эти 20 лет, к сожалению, мы не смогли построить правильно фундамент грузинского государства, фундамент и основной скелет, который бы серьезно и сильно держало бы нашу страну. Конечно же, все вопросы невозможно решить быстро, и ни одна страна на постсоветском пространстве, естественно, не может, и вообще ни одна страна в мире не может говорить, что у них нет проблем, что у них все решено. Но важно, чтобы в стране работали институты, я имею в виду государственные политические институты, важно, чтобы страна развивалась правильно. В этом случае вот те трудности, те сложности, которые они существуют, они преодолимы. Я очень часто приводила, в том числе и в международно-правовом плане или в международном политическом плане пример вашего государства, когда, несмотря на наверняка многие сложности, которые были видны или даже не были видны, были преодолены равномерными шагами, сложными, иногда не для всех понятными. Но тем не менее, вы избежали конфликтных ситуаций, вы избежали такого обострения отношений с соседями, несмотря на то, что регион очень сложный и очень тяжелый, который мог бы действительно очень отрицательно повлиять на развитие страны. Нужно было и нам вести такую же правильную, сложную, может быть, терпеливую, но правильную политику. Нужно было во что бы то ни стало избежать, тем более прямого военного противостояния с Россией. Я предупреждала нашего президента, что любое военное противостояние с Россией обернется катастрофой для Грузии. Но, к сожалению, я не была услышана, несмотря на то, что я последний раз это предупреждение ему как раз дала вот 3 августа за несколько дней до начала военных действий. То есть наше правительство, наше руководство допустило такие ошибки, которые имеют судьбоносное значение для развития государства, правительство потеряло 20% в пятую часть территории страны. И, естественно, те претензии, которые у нас были, они абсолютно справедливые. Я не критиковала правительство, потому что не все идеально, не все замечательно, не потому что не все проблемы решены. Я слишком хорошо понимаю и знаю, что невозможно все решить, пусть даже за несколько лет, что и экономические проблемы будут существовать, и социальные проблемы будут существовать, и даже во внешней политике будут существовать определенные проблемы. Но тенденции, они должны быть правильными. И нельзя допускать такой ситуации, когда вообще страна встанет под реальную экзистенциальную угрозу. Если вы завтра станете президентом Грузии, какую политику вы будете вести в отношении стран Центральной Азии, в частности, нашей страны? Изменится ли отношение между Москвой и Тбилиси? То есть как вы видите развитие отношений? Вы знаете, в первую очередь, поскольку я в гостях у вас, относительно отношений Грузии и Казахстана, я еще раз хочу подчеркнуть эти слова, не только слова там вежливости, или исходя из того, что у меня действительно очень добрые отношения к вашей стране и к вашему народу, и не только у меня, да, я как бы чувствую отношения казахского народа по отношению к грузинскому народу, и наоборот. Для нас действительно стратегически очень важно иметь очень серьезные и стратегические партнерские отношения с вашим государством. И в бытность председателем парламента, когда господин Назарбаев приезжал к нам в Грузию, я прекрасно помню, что были подписаны очень важные документы, договоры межгосударственные, были начаты очень серьезные бизнес-контакты, в том числе и на государственном, и не на государственном уровне. И была действительно возможность прорыва в наших отношениях. Все хорошо начиналось. Но, к сожалению, потом со стороны, ну, я буду о наших говорить, потому что я не знаю, как бы были ли допущены какие-либо ошибки со стороны казахской стороны, но я знаю, что с нашей стороны были допущены точно ошибки, которые практически заморозили потом те инвестиции, которые мы действительно ожидали со стороны Казахстана. И я знаю, что желание Казахстана было действительно очень активно сотрудничать с Грузией. Сейчас есть определенные проблемы, в том числе и экономического, и межправительственного характера, которые, я надеюсь, что будут решены. Недавно должна была состояться межправительственная комиссия между Грузией, правительством Грузии и Казахстана, которая в полной мере, по-моему, все-таки не состоялась, подготовительные работы, насколько я знаю, ведутся. Я надеюсь, что новое правительство сможет наладить те проблемы и как-то минимизировать те проблемы, которые существовали во время предыдущего правительства. Я со своей стороны буду в случае избрания президентом естественно способствовать интенсификации этих отношений, потому что и в энергетических проектах отношения Казахстана и Грузии очень важны и в геостратегических проектах. И, конечно же, у нас, если вы знаете, мы все время говорим о российском рынке, который очень важен для Грузии, но также для нас важен и казахский рынок, потому что здесь люди прекрасно помнят хорошие, качественные, естественно, грузинские продукты и вино, и цитрусы, и фрукты, и боржоми. Поэтому, конечно же, этот рынок, который интересен всему миру, естественно, интересен и для Грузии. И я уверена, что товарооборот между Грузией и Казахстаном может увеличиться не то, что в несколько раз, но в несколько десятков раз. Как вы думаете, Владимир Путин поддержит вашу кандидатуру на выборах? Вы знаете, нет. Я думаю, что кто будет президентом Грузии, это внутреннее дело Грузии. И я уверена, что и господин Путин, и все остальные, как бы ни относились позитивно или негативно к этой кандидатуре, они, естественно, будут придерживаться к этим общеполитическим правилам. Ну, наверное, возможность избрания президентом такого человека, как я, может быть, и откроют новые возможности отношений с многими государствами, которые были практически закрыты во время режима Саакашвили. А кроме вас, вот кто-нибудь может решить эти вопросы сейчас, которые сложились между Грузией и Россией, например? Вы знаете, я не знаю, у кого... Во всяком случае, пока я не вижу, что кандидатуры, которые были представлены на этих постах, могли бы действительно сделать какой-либо прорыв вообще во внешней политике. Потому что сейчас такая тенденция началась в Грузии. пытаются сказать, что Грузии не нужен политик-президент. У Грузии слишком много проблем для того, чтобы избирать, пусть хороших людей, но людей, у которых нет политического опыта, нет политического веса, которые являются, может быть, хорошими экспертами, хорошими философами, хорошими людьми. Да, безусловно, но этого недостаточно для того, чтобы быть президентом. То есть, в принципе, так получилось, что я впервые, как бы в вашем эфире говорю о тех критериях, которые я считаю необходимым для президента Грузии, о том, что я, в принципе, буду говорить народу. В том числе я буду говорить то, что необходим правильный баланс власти. Необходимо то, чтобы будущий президент Грузии был не в оппозиции к правительству и к парламенту, как это сейчас, когда президент объявил, что он находится в оппозиции, что, в принципе, совершенно ненормально. Президент не может быть в оппозиции к своему... Как минимум странно. Как минимум странно. Президент, наоборот, должен делать все возможное для того, чтобы минимизировать любой конфликт между ветвями власти, минимизировать любую опасность конфликтной ситуации между президентом, премьер-министром и парламентом. Но, с другой стороны, конечно же, президент должен иметь своих собственных аргументов, когда у него есть, или у нее есть такие, должен защищать и уметь защищать эти аргументы во благо своей страны. Угу.